МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале этой недели нам предстоит познакомиться с русской наследницей. Отечественный сериал стартует во вторник. Катя – самая обычная жительница небольшого города. Неожиданная смерть друга детства меняет ее жизнь. Ведь парень оставил девушке наследство. После приятной новости события становятся стремительными. Она узнает, что погибший во время родов, по ее мнению, ребеночек, жив и нуждается в дорогой операции. И наследство оказывается как нельзя кстати. Но, как обычно, столь гладко ничего не бывает. Как справиться с трудностями Катя, смотрим со вторника по пятницу в 8.30 утра и в 17.30. Я провожу испытания искусственного сердца на себе. Если испытания пройдут неудачно, я прошу тебя продолжить мое дело. Ты должна знать, дороже тебя у меня никого не было и не будет. Я люблю тебя, Катя. А в среду, мои друзья, мы увидим историю одного не самого пропащего служителя закона, который в силу обстоятельств стал преступником. Николай работает в милиции, и события в его жизни развиваются по наклонной. У героя наступила депрессия и тяга к алкоголю. Да и жена начала ходить налево. Более чем ожидаемый итог – зона знакомства с воровским авторитетом, вакансия в преступном мире. Выйдя на свободу, герой стал работать на мафию. Только вот криминал, как выяснилось позже, очень нервное занятие. Подробности смотрим в ленте «Парадис» 11 апреля в 21.45. Друзья, для телеканала ЛРТ первооткрыватель космоса – человек особый. Именно поэтому 12 и 13 апреля нам предстоит увидеть три дня Юрия Гагарина и всю его жизнь. В фильме «Шаг за шагом» восстановлена подготовка полета, сам полет и торжественная встреча Гагарина. Авторам фильма удалось найти тех самых людей, которые были задействованы в этом событии. А еще вы увидите кадры из архивов и то, что никогда не показывалось широкому зрителю. Теперь смотрите и вы в четверг и пятницу в 16.30. Поехали! Сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство выходит в эфир только через час после старта ракеты. Именно в течение этого часа Хрущев принимает решение о торжественной встрече Гагарина в Москве. Возможно, неделя была трудная и времени посмотреть новости городского округолюберца у вас просто не нашлось. Выходные. Наш телеканал предлагает программу «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут самые интересные репортажи минувших семи дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10.00 и 19.30. А еще в эти выходные мы узнаем последнюю тайну «Титаника». Как все было на самом деле, впервые расскажут живые потомки одного из спасшихся пассажиров. Более века назад в холодных водах Атлантики потерпел крушение самый большой и комфортабельный корабль начала 20 века. За это время все мифы, загадки, легенды вокруг катастрофы развенчаны. Событие расписано буквально по минутам. Казалось бы, все понятно. Но этот фильм впервые раскроет еще одну тайну, ушедшую на дно. На борту «Титаника» были и наши соотечественники. Кто они? Зачем отправились за океан? Как сложилась их судьба? Узнаем в субботу в 7.45 и в воскресенье в 14.15. Команда корабля увидела на палубе бесконечные ряды пока еще пустых гробов. Через сутки более 200 поднятых из воды тел были доставлены в Галифакс. Познакомиться с обычной девушкой можно и на улице, а вот с особо опасной леди только в субботу на ЛРТ. В центре сюжета молодая, красивая и на первый взгляд хрупкая Меган. Но это далеко не так. Она спецагент международного класса. В свои 16 способна обезвредить и вооруженного мужчину. Но девушка мечтает о жизни простого тинейджера и сама судьба предоставляет ей такой шанс. Понравится ли ей это? Увидим 14 апреля в 20.30. Я опиралась на ложные сведения, как я теперь покажусь в школе. Я все делала неправильно, абсолютно все. Я как будто задыхаюсь, я будто на допросе. Но допрос я выдержу без проблем, а это все в тысячу раз хуже. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok